Всем привет, всем здравствуйте, с вами команда подвигов, меня зовут Таня, Катя, и мы хотим с вами поделиться нашими свежими новостями, так скажем, скоро мы едем на один день в Москву, а затем на почти неделю в Питер. И в Санкт-Петербурге мы очень хотели встретиться лично с гостем нашего сегодняшнего эфира, но этого человека так просто дома не застать. Это путешественник, который сейчас находится в год уже как в путешествии, и идет он пешком из Твери до Индии, зовут нашего героя Евгения Кутузова. Он повторяет маршрут знаменитого тверского путешественника Афанасия Никитина, который стал первым европейцем, достигшим Индии, и на своем пути он опередил многих знаменитых путешественников, например, Васка Даган. Но цель у путешествия Евгения не просто познавательная или ознакомительная, а есть еще и очень благородная. То есть можно помогать детям с ДЦП материально, можно делать инклюзивную одежду, а Евгений путешествует, привлекает к себе внимание общественности, внимание СМИ, и все перечисленные ему средства в большей степени идут на лечение детей с ДЦП. И мы хотим его пригласить в совместный эфир. Сейчас Евгений, у него местный интернет, это 3G, но он говорит, что... Да, хорошо. Здравствуйте. 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 Добро пожаловать в республику Дагестан. Сейчас ты находишься в пути и прямо сейчас у тебя идет уже путешествие, да? К сожалению, да, я не успел дойти до поселка, поэтому я сейчас в процессе как раз иду, сзади меня трасса, я чуть отошел в сторону трассы, чтобы было чуть потише, а так обычно иду по крайней стороне трассы. Еще раз всем привет. Здорово. Здорово. Пришла тебе такая идея путешествия? Ой, извините, повторите по-настоящему раз, тут очень сильно дует ветер. Как пришла такая идея? Сложно сказать, я же уже больше года в пути, но на самом деле, это же не первое путешествие, то есть в 2018 году шел пешком от Петербурга до Кавказских городов, или Бруссо. Вы про это тоже, по-моему, писали когда-то, я помню. Я знаком лично с пешим спортсменом, которого зовут Айда Сардияускас, он пробегает огромные расстояния, тоже благотворительные, но у него прям совсем невероятно, потому что он реально пробегает расстояние. Я прохожу, а он бегает, бегал из варягов в Греки, бегал в Балтийское море. Вот мне понравилась эта идея, захотелось попробовать что-то подобное. Ну да, конечно, решительно это лучше. Ну так, стрессово, мне кажется, очень страшно. Родные поддержали эту идею? Наверное, придется все вопросы повторять. Повторите просто еще раз. Хорошо. Гратика вопрос. Родные поддержали эту идею? Ладно, правильно, слушайте. А, родные, родные привыкли, я же повторяю еще раз, я же третий год уже путешествую. Родные привыкли, все в порядке. Сейчас же, ну вот сейчас я нахожусь в процессе путешествия по следам Афанасия Никитина. Сейчас же не 15 век, то есть мне не нужно запускать голубя там, допустим, или еще как-то пытаться связаться с Родиной. Сейчас есть прямой эфир в Инстаграме. То есть можно позвонить, можно каждый день разговаривать, общаться и так далее. Никаких проблем нет. Ну, если это не проблема, что у тебя нет дома год, то я не знаю, что проблема. Ну, вы же тоже, наверное, не живете в том доме, где вы родились. А птицы рождаются в гнезде, но потом вылетают из него все-таки, так или иначе. Ну да, это очень глубоко. Но, наверное, по тебе скучают родные? Ты где-нибудь с ними видишься? Может быть, они приезжают в города, мимо которых ты идешь пушком? Или встречаешься там? Если, смотря о ком идет речь, как сказать, в процессе путешествия, в процессе уже. То есть я вышел 5 июля прошлого года из Твери и в октябре дошел до Волгограда. Там повредил себе сильно правую ногу, остался зимовать. Зимовал, пережил пернамирскую блокаду и там же, собственно, женился. Это прекрасная девушка, которую зовут Мария. Вот она, конечно, скучает больше всех. Но Мария, к счастью, приезжала совсем недавно в Астрахань, то есть где я был. Как раз мы были там неделю вместе. И я думаю, что мы встретимся и в Дагестане тоже, и в других населенных пунктах. Еще раз повторяю, сейчас же не 15-й век, друзья. В чем сложность? То есть некогда она даже с тобой вместе с берется до Индии. Что-что? Таким образом она вместе с тобой дойдет до Индии. Я понимаю, понимаю ваш позитивный настрой, но, к сожалению, все гораздо сложнее. Вы же понимаете, сейчас коронавирусные блокады, все страны перекрыты. Даже в России даже не все открыты города. О чем можно говорить? Пока непонятно. И все прогнозируют вторую волну коронавируса. То есть вообще непонятно, что будет. Ну да, но будем надеяться, что все хорошо. Что все-таки цель будешь достигнута и подойдет до Индии. Ну вообще, как к тебе пришла я по идее? То есть это было ради путешествия и до конкурентов. Вот просто непонятные итоги. То есть понятно, что ты, наверное, давно участвовала таким оборудованием. Ты не ходила на какие-то какие-то достойные часы. Ну смотрите, тут очень важно. Многие путают. Очень важно правильно донести информацию. Я не являюсь фондом. Я не являюсь представителем фонда. И не являюсь фандрайзером. Я просто путешественник. Кроме того, я сам не собираю деньги для детей. То есть я не хожу там с сумкой или с пакетом, или с шапкой по городам с просьбой «помогите». Такого не происходит. Я размещаю реквизиты родителей. Еще раз, реквизиты родителей и их номера телефонов. То есть сам не собираю. Я только рассказываю про то, что есть такая проблема. Рассказываю про детей и так далее. Собирают сами родители. Это вот первый важный момент. Потому что ко мне обращаются с просьбами о помощи. А чем я могу помочь? Я обычный путешественник, у которого у меня своих проблем навалом. Я кому могу, тому и помогаю. То есть я самый обычный человек. Еще раз, самый обычный. Просто встал и пошел гулять. Вот сейчас гуляю уже год. Все. Просто я уверен, что после вашего прямого эфира мне в личку засыпятся просьбы о помощи. А чем я смогу помочь, друзья? Я могу помочь только как раз через вас, через средства массовой информации. То есть я рассказываю о проблемах, про детей. Сейчас вот это Тимур и Марьяма. Дети, с которыми я лично знаком. Я рассказываю про них людям, рассказываю газетам и так далее. Потихоньку Субы собирается. Только так я могу помочь. Я не являюсь скучающим миллионером, которому нечего сделать. Я просто путешественник, у которого самого куча долгов. Это вот важный первый момент. И второй. Почему так получилось? Ну, сложно сказать. Много-много причин. Первое, это как раз, да, желание помочь. То есть у нас после 2018 года остался ребенок Вадим, которому требовалось помощь срочно. Не хватало на реабилитацию. А тогда пешая прогулка от Петербурга до Эльбруса вышла достаточно успешно. Мы собрали там, ну, 3 миллиона рублей в итоге всего. А ему требовалось помощь очень срочно. Я решил пойти еще раз. Но еще раз идти в сторону Эльбруса было бы глупо. Я выбрал другой маршрут. А там совпало тогда, что было два юбилея. Юбилей 550 лет самого путешествия Фанасия Китин, как он отправился из Твери в Индию. И, собственно, юбилей его книги «530 лет хождения за три моря». То есть два больших юбилея, красивые даты. Совпало так красиво. Плюс я всегда мечтал посетить Индию, пройти вдоль Волги, посетить Дагестан, Калмыкию. Вот сейчас вот в Дагестане нахожусь. Здорово. Ну вот скажи, пожалуйста, про историю Тимура и Макьябры, которым мы как раз сможем переводить помощь. Сколько лет я не знакомился? Рассказать историю детей? Да. Смотрите, есть мальчик Тимур. У него детский церебральный паралич, он живет в Петербурге. Ему требуется реабилитация в Москве. Достаточно скоро, уже в сентябре, в первых числах. Все реквизиты есть у меня на странице. В основном я пользуюсь социальной сетью ВКонтакте. Там прям закрепленный пост непосредственно во всем этом. Но и в Инстаграме тоже есть. Вот, в начале сентября реабилитация в Москве. Общая стоимость 120 тысяч рублей. Казалось бы, деньги небольшие. Но, ну как небольшие? Тимуру требуется реабилитация регулярно, потому что при этом заболевание желательно. Чтобы реабилитации были регулярно, тогда будет большой успех. То есть мы уже в третий раз собираем. И есть прогресс большой. То есть как раз-таки благодаря помощи людей у него есть шанс жить полноценной, самостоятельной жизнью. Вот, это Тимур. Есть девочка Марьям. Марьям из Астраханской области. Я с ней познакомился буквально в пути тоже в Астраханской области, когда проходил мимо. Зашел в гости к ее родителям. Это Эльза и Руслан в Мурзаевы. Поговорил с ними, посмотрел на девочку. Она замечательная. Она подарила мне игрушку. Где-то там у меня в рюкзаке лежит игрушка, которую она мне подарила. Мне захотелось помочь. Кто я такой? Я просто путешественник. Опять-таки я просто могу рассказывать об этой ситуации вот через вас. Спасибо вам огромное. Вот и все. То есть, Марьям и Тимур, есть информация у меня, есть контакты родителей, даже телефоны родителей. То есть, совсем не обязательно, чтобы вы мне доверяли. Я вообще этого не прошу. Я прошу, чтобы вы посмотрели информацию этих детей, этих родителей, при необходимости позвонили им, позвонили родителям, уточнили информацию. И тогда уже, если вы сочтете необходимым, помогли. Вот и все. Спасибо. Все-таки это великое дело, помогать больным детям. Надеюсь, что все получится. Читали твои посты от 30 июля. В Калмыкии к тебе присоединилась твою упаковку собачка. Она еще с тобой? Да, я сейчас переключу на другую камеру. Вот туда. Как вы видите, собачка бежит... Ой, елки. Видите, собачка бежит впереди меня. То есть, она меня вообще тащит вперед. Не я ее тащу. Она меня тащит вперед. Не знаю, что с ней. Внутри нее какой-то мотор. Но она вот настоящий мотиватор. То есть, она прибилась за мной от села Джалыково. Это Калмыкинская республика. И побежала за мной. Совершенно неожиданно вообще. Я ей говорю, и возвращайся обратно, возвращайся обратно. Она бежит и бежит, бежит и бежит. И так получилось, что мы вместе добежали до середины, как сказать, середины пустыни между Джалыково и Лагань. Есть такой тоже город в республике Калмыкия. Добежали до середины пустыни. И она устала, легла отдыхать. А что вот я сделал? Брошу ее в пустыне, что ли, или чего? Я ее взял с собой, понес на плечах буквально. Мы шли так 15 километров, дошли до Лагани. Там мы встретились с главой села Джалыково. Я ему говорю, ну вот смотрите, ваша собака, заберите ее, пожалуйста, к себе домой. Он говорит, это собака бездомная, хочешь забирать с собой. То есть как бы возвращать ее некому, нет хозяина. Я ей купил поводок, купил ошейник, с тех пор мы вместе путешествуем. То есть как-то так. То есть я думаю, что я ее украл у кого-то. Она просто бежит вперед. То есть примерно вот такая история. Собака-путешественница, да, то есть как-то вот так. Мы украли. Да, героиня. Мы с ней вместе прошли через всю республику Калмыкия. От Джалыково до Артезиады. И сейчас вот были в Кочубее. То есть она из Калмыкии пришла в Дагестан пешком, своими лапками вот этими вот. Я надеюсь, что даже если она кого-то искала, то она уже нашла. Да что ж. Я стараюсь за ней ухаживать. Потому что у меня много корма. То есть не надо думать, что со мной путешествует еще куча людей. Я один. Все мое путешествие, это путешествие одного человека. То есть я несу все на себе, как улитка. У меня с собой палатка, спальник. Еще теперь 5 килограмм корма. Вот она педигри для собачки. Всякие витамины и так далее. То есть это все еще усилило и так большую тяжесть. Зато стало веселее. То есть она классная. С ней интересно. Я уже не одинок. Хорошо, но отмечку-то все-таки еще не приходится. Что-что? Как ее зовут? Друзья, тут какая ситуация. Я все пытаюсь продвинуть эту историю, не знаю как. Еще раз повторюсь, у нас параллельно идет сбор средств для детей. Идет очень плохо. Вообще просто ужасно. Мы собрали, ну, наверное, одну треть только. Если не одну, одну... Блин, нет, там одну десятую. Да, одну десятую от всего того, что необходимо. А детям уже в сентябре проходить реабилитации. Всем нравится собачка. Все просто в восторге. Я думаю организовать благотворительный аукцион. Вот кто больше всех предложит сумму для Тимура и Марьям, либо сразу переведет, тот и выберет ими для собачки. То есть мне кажется, это будет очень честно. Потому что все-таки мы здесь собрались не только поразвлекаться, посмотреть на то, как собака бегает, а чтобы детям помочь. Я не знаю, как еще привлечь внимание. Вот придумал такую идею с аукционом. Пожалуйста, если кто-то знает, как организовать такое мероприятие, помогите. Я путешествую один, но у меня сил не хватает на все. И времени тоже. Есть такая идея. Понятно. Ну, надеюсь, у вас все получится. Расписчики. Спасибо. 47 человек, которые нас сейчас смотрят. Придумайте что-нибудь срочное. Спасибо, да. Ну, а так я называю ее там, ну, девочка. Пойдем со мной, девочка. Там, милая моя, солнышко и так далее. Много добрых слов в русском языке. То есть как-то мы находим общий язык. Нет проблемы. Здорово. Ну, а как ты так делаешь с лишнего дня? Вот с чего начинается? Во сколько ты так встаешь? Во сколько ложишься? Сколько километров в день проходишь? Да. Немного. Пармарай. Понял. Смотрите, друзья, я, как сказать, я абсолютно свободный человек. Я ни перед кем не отчитываюсь. У меня нет графика. То есть вот сколько смогу, столько и прошел. Здесь сейчас очень жарко было несколько дней. Прям невыносимо жарко. Как собачка вообще пережила это? Я себе не представляю. Она до сих пор бежит впереди меня. Вот своими маленькими четырьмя лапками бежит быстрее меня. А я страшно устал за это время. То есть проходим столько, сколько возможно. Нет какого-то вот лимита. Вы написали про 40 километров в день. Это не совсем так. Далеко не каждый день. Когда-то по 10, когда-то по 20, когда-то по 30. То есть как сможем. Еще раз повторюсь. Нет никакого лимита. Как получится? Встаю обычно очень рано в 4 утра. Потому что в 5 надо уже выйти, потому что очень жарко. Пока не жарко, надо идти дальше. Пытаться пройти максимальное расстояние, потому что потом будет пекло. Примерно так. А у тебя есть определенный план по дням? То есть к какому-то числу достичь определенного несклонного пункта или нет? Нет. Да, свободное плавание абсолютно. У меня был раньше такой план. И из-за этого как раз я очень сильно пострадал. То есть еще раз повторюсь, в прошлом году был перелом правой стопы, стресс-перелом. Именно потому что я куда-то спешил. Торопился, но спешил куда-то. Зачем? Куда спешить и торопиться? Вот как могу, так и иду. Чувствую, что устал, отдыхаю. Поэтому нет четкого графика. Как все происходит, так и происходит. Торопиться некуда. Ну и единственное, конечно, хотелось бы успеть до второй волны коронавирусной блокады. Успеть хоть пройти максимально далеко. Но очень хочется посетить. Опять-таки, тут снова идейка. Раз уж много людей в режиме авторитета. Смотрите, еще раз повторюсь. У нас большие службы со сбором средств. А я сейчас неподалеку от республики. От чеченской республики. Совсем неподалеку. А как вы знаете, в чеченской республике есть такой хороший человек. Его зовут Рамзан Ахматович Казыров. А кроме того, там есть фонд благотворительных... И мне хочется попытаться попросить помощи у Рамзана Ахматовича о сборе средств для Марьяма Тимура. Потому что я больше не знаю, к кому обратиться, к сожалению. Я очень надеюсь, что получится каким-то образом достучаться. И, может быть, Рамзан Ахматович нам поможет закрыть сбор как раз вот до сентября. То есть, ну сейчас, как раз сейчас, я двигаюсь в сторону Чеченской республики. Не знаю, пропустят или нет. Там опять сейчас все перекрыто, опять из-за коронавируса. Посмотрим. Такая история. Коронавирусная история меня застала в Волгограде. Как раз вот когда я зимовал, лечил перелом и женился, вот как раз тогда был коронавирус. Я же как раз собирался выйти в апреле этого года. Именно как раз в начале апреля произошла вся эта история. 26 марта, по-моему, в конце вот как раз. И что? Вот как раз в тот момент я перестал что-либо планировать. Потому что невозможно планировать что-либо в данный исторический период. Перешел коронавирус, когда открылись там основные границы. Я сдал тест на COVID-19 в Волгограде. Пошел дальше, до Астрахани. В Астрахани снова сдал тест на COVID-19. Ну, потому что я постоянно контактирую с людьми. Каждый день. И мне нужно быть уверенным, что я здоров, чист, никого не заражу. У меня с собой бумаги, вот эти результаты анализа на COVID. И, наверное, сейчас придется тоже еще раз дать тест. Либо в Кизляре, либо на границе с Сечной. Как-то так. Понятно. Ну вот, не страшно тебе идти вот поэтому без людей. Понятно, что ты с детства, что она поднимает состояние. Ну вот, ты же очень долго шел один. Не было у тебя такого же страха? Или не хотелось все бросить и вернуться обратно? Это сразу два вопроса. Вернуться хотелось каждый день. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, боже мой, что я и делаю, где нахожусь вообще. И зачем это вообще? Кому это нужно? Вообще, что это за ерунда какая-то непонятная? Это первый вопрос. А второй вопрос как раз не страшно ли мне? Конечно, страшно. Я же не дурак совсем уж, не отбитый. То есть мне страшно. Ну, в основном меня пугают именно какие-то природные условия. То есть, например, вот совсем недавно здесь были тучи огромные. То есть погода меняется очень быстро. И здесь как раз были тучи огромные, грозовые. И неизвестно, попадет ли в меня гроза или нет. То есть это страшно. Плюс в Калмыхе встречал диких кабанов. Я подошел к озеру, там небольшое озеро было. Я подошел и думаю, надо бы искупаться, очень жарко. И вижу вдалеке черные тени. А тени двигаются. И это не тени. Это пять черных кабанов. И я такой, да, интересно, конечно. И мы такие быстро-быстро собачка туда подальше, пока кабаны не учуялись, что мы там гуляем. Потому что вряд ли они будут очень гостеприимны. В отличие от людей. Ну, то есть, конечно, страшно. Разные случаи бывают. Это не текстуешь. Что-что? Вот, в официальном, когда путешественник, который он потратил на то, что он едет на диворсов в Москву, и, конечно, был более четкий план, но в смысле, что по времени было пророче. И он при этом даже оказался на диверсах палатки, потому что проекта выходил на диверсах. И он всегда просился... Да, я понял вопрос. Конечно, друзья. Да-да-да. Конечно. Смотрите, мне же про проект не про то, чтобы пройти из одной точки в другую. Это вообще никому не интересно. Ну, пошел человек и пошел. И задача проекта – рассказать про города, про людей. То есть самое драгоценное, что есть в каждом населенном пункте – это люди. И я стараюсь постоянно о них рассказывать. Каждый день новые посты про самых разных обычных людей, местных жителей, которые принимают меня в гости, которые помогают водой, едой, там, не знаю, добрым словом. Именно люди являются краеугольным камнем всего проекта. Я хочу рассказывать про людей, истории обычных людей, которые живут по всей нашей стране. То есть многие говорят, вот как раз вы тоже спрашиваете, а не страшно ли тебе путешествовать? Там уже люди, они могут тебя убить, ограбить, сослать на кирпичный завод, на все что угодно. Слушайте, конечно, это все возможно, но я встречаю в пути только позитивно настроенных людей, очень добрых, которые всегда мне помогают во всем. То есть я безумно им благодарен, и мне хочется про них рассказывать, про людей, про интересные моменты, про поселки, про села, про города, которые удивительны, в которых я бы никогда не побывал, если бы не это путешествие. Здорово. А в каких городах тебе наиболее, скажем, весло с людьми? Да, да. Где тебя встречали наиболее китринь? Не, слушайте, я на такой вопрос встречать не буду. Я не хочу никого обижать. В каждом городе было хорошо, в каждом городе. Но вот совсем, если и свежего, то как раз Астраханская область и Республика Калвыки меня прям вдохновили, потому что там были потрясающие люди. Вот в Астраханской области я жил в чеченских семьях, в казахских, в калмыкских, в... В общем, в Астраханской области проживают около 137 национальностей. Я был у очень многих людей в гостях, огромного количества. И каждый показывал мне свою кухню, свои традиции, свою внутреннюю жизнь. И это невероятно интересно, вообще невероятно. А в Калмыкии тоже было потрясающе. В Калмыкии удивительно гостеприимные люди. И мне было безумно интересно, именно интересно изучать их культуру. Там же другая религия, совсем другая культура. И это восхитительно. И это восхитительно, что внутри России, внутри нашей огромной страны можно познакомиться с большим количеством самых разных культур, не выезжая за пределы страны. А тебя, может быть, уже узнают? Ну, где-то, где-то, да. Где-то узнают, где-то нет. Ну, слушайте, я не гонюсь в популярности, я просто путешествую. Но, конечно, как сказать, это практический момент. То есть мне безумно, безумно приятно, когда машина останавливается, и люди дают мне бутылку с водой. И говорят при этом, о, мы про тебя читали где-то. Это спасение, потому что здесь, в пустыне, вода — это самое драгоценное. Это золото, настоящее жидкое золото. Не нефть, а золото. Когда-нибудь человечество поймет, что не нефть, а золото жидкое, а именно вода. И без нее вообще жизни нет. И, конечно, мне безумно приятно каждый раз, когда люди останавливаются и предлагают какую-то помощь. Спасибо еще раз им всем огромное, потому что только благодаря им мы дошли сюда, вот, вдвоем с собачкой. Из них мы бы сдохли где-нибудь еще давным-давно. Вот. Ну вот, не было у тебя такого желания хоть чуть-чуть подъехать на машине? Может быть, тебя предлагали повезти? Вот, когда пешком идешь, или не бывает, что ты не дальше с этим напомнишься, вот, автостопом. Да, конечно, в день раз по 10 точно предлагают подвезти. Каждый раз приходится отказываться. Другое дело, что благодаря этому у меня появляется возможность попросить про воду, попросить про какую-то еду, попросить про какую-то помощь. То есть люди хотят помочь и предлагают другую, альтернативную версию помощи взамен, вот, возможности проехать. И это очень интересно, на самом деле. Плюс, как я уже говорил, не помню, говорят или нет, я не являюсь скучающим миллионером. То есть я обычно считаю, как у меня свои какие-то разградные. Это народный проект. То есть весь проект в полости народный. Он живет за счет, как сказать, у меня блогер, у меня есть вот эти английские слова, донаты, донейшн, то есть народная поддержка. По сути, милость-то, господи, чего ж тут. Вот, я живу на милость. То есть те люди, которые нравятся путешествия, кто хочет его поддержать, те переводят какую-то субу, благодаря которой мы покупаем себе еду, там, допустим. И те, кто как раз на машинах останавливается, иногда тоже дают какую-то субу в дорогу, потому что я отказываюсь вежливо от того, чтобы проехать с ними. Они помогают как-то иначе. Благодаря этому есть возможность купить себе еды. Иногда остаются в гостинице хоть дешевые, чтобы постирать вещи, отдохнуть. То есть как-то так. все равно ты человек с невероятным внутренним свершением, потому что отказаться от искушения и не проехать хотя бы несколько километров на машине, но не кажется, не только не может это, но иначе. Конечно, жара отрицает, но иначе. Здесь да, заставы они как-то иначе. Вы понимаете, это уже не совсем такое искушение, скажем так, на самом деле это уже такое внутреннее удовольствие, то есть каждый раз, когда ты отказываешься от того, что проехать, ты немножко, чуть-чуть побеждаешь себя, чуть-чуть, чуть-чуть побеждаешь себя и идешь дальше, то есть свои слабости какие-то, свои какие-то внутренние, внутренние слабые стороны, ты их побеждаешь и идешь дальше. Тут пишет, нужен головной убор, конечно, он у меня есть, я его специально снял для эфира, потому что так делаю всегда на телевидении, я раньше стажировался на телевидении, поэтому стараюсь делать всегда так. Что у вас в рюкзаке пишет, у меня примерно 15 килограмм рюкзак, из них 3 килограмма это вода, 3 литра воды побольше, мне есть с собакой, плюс есть палатка, есть спальник, есть документы там, какие, документы как раз от коронавируса, вот заявка, что я не болен, плюс загранпаспорт, просто паспорт, какое-то оборудование самое простое и так далее. Слушайте, у меня осталось меньше 5 процентов заряда батареи, к сожалению. Даже не знаю, как вам вопрос будет идти. Ну ладно, в общем, понятно, что вы себе повернутся назад, сбежали, а все-таки двигаемся, но ладно, не будем тратить, это ваша зарядка, нет, потому что это второй секретный ресурс после батареи. Ну, у меня есть запасная батарея, сейчас буду заряжать как раз, вот, и я почти дошел до села, куда шел, осталось недалеко, там будет магазин, куплю себе еще воды. Ну вот, 60 километров от артезии.